дорогие друзья отвечаю на ваши многочисленные вопросы о покупной земле хотела бы кратко ответить по этому поводу сейчас стало модным покупать землю выращивать именно в покупной земле но хочу вам сразу сказать покупная земля вот в этих пакетах это не земля это торф разбавленный различными добавками в лучшем случае там есть да какой-то питательный гумус тени там также в основном написано что это хватает большинстве случаев на 6 недель но друзья мои это вообще не земля и только выращивать вот в этой вот покупной земле в этом точнее сказать торфе растения в основном нельзя для чего в основном используют этот торф его мешают с настоящей землей для того чтобы сделать ее рыхлее мягче или для того чтобы она больше держала воду очень хорошо смешивать вот эту вот покупную землю в пакетах смешивать ее на огороде или так если вы растение сажаете чуть-чуть туда положить это очень даже хорошо но только сажать в этот торф растение нельзя она там быстро увядает вы потом удивляетесь что почему я купила растение в магазине вот она там тоже сидела в транспортировочном грунте там понятно они не будут конечно землю где-то добывать настоящую это все для них и тяжелее и невозможно все это делать проще вот этот торф но вы-то покупаете растения для себя сажайте его все-таки настоящую землю она долго не простоит в этом торфе торф это очень хорошо но только в смеси с землей с разными там примесями хорошо пользоваться на участке на огороде можно добавлять но только на огороде там где вы не выращиваете то что вы будете кушать потому что там добавки могут быть такие которые плохо на все это повлияют в общем лучше всего растения растут в настоящей земле которую вы взяли где-нибудь в саду не модничайте если вы хотите чтобы растение росло лучше пойдите в сад в огород и просто накопайте там земли посадите туда растения если там какие-то червячки дождевые попадутся они еще наоборот будут рыхлить эту землю и да конечно старайтесь не брать землю там где вы видите что гнилые деревья лежат вы видите много всяких насекомых если вы видите вот какая-то например лесополоса и в ней много поваленных гнилых деревьев там желательно не брать скорее всего там очень много насекомых а просто где-то хоть в лесу хоть в поле хоть у вас там если есть сад огород накопайте посадите туда растения не тратьте деньги друзья будьте проще во всем даже если пишут на этом торфе что это земля естественно это бизнес все это бизнес нам продают просто обыкновенный торф покупайте его только для того чтобы смешивать но не выращивайте растения только в этом торфе пишите в комментариях о вашем опыте выращивания растений ставьте лайки если видео вам пригодилось подписывайтесь на канал дорогие друзья до новых встреч